Айша Тухаева Но есть и такие, кто говорит, а за что ее любить? Любви к своей малой родине, к Дагестану, в следующем сюжете. У каждого человека есть своя малая родина. Та земля, которая была для него вселенной, когда он был совсем маленьким. И границы которой становятся порой тесными, когда хочется увидеть новые просторы, добиться высот где-то там за горизонтом, где фрукты слаще, жизнь интереснее, город побольше. Дагестан – это наша красота. Это самый красивый, это Кавказ и Дагестан. Это наша гордость. А хотели бы переехать? Никогда в жизни. Мне здесь нравится. Хорошо там, где нас нет. Я не думаю, что где-то лучше. 25 лет не был здесь, был в Беларуси, служил в армии. Я переехал сюда. Хотя мне там говорили, что там лучше Беларуси, лучше не езжай. Я все равно сказал, что это мое гнездо, я родился, это родина моя, я люблю его и хочу жить там. И я переехал сюда. Я очень люблю Дагестан. Многие молодые люди гордятся родным Дагестаном и любят его. Но все же уезжают на поиски лучшей доли, лучших условий труда и более комфортного существования. Переезжают в другие регионы страны, а иногда и в другие страны. Что теряет при этом республика? Очень многое. Лучших молодых кадров, поскольку уезжают молодые люди получать образование и найти более достойно оплачиваемую работу. Желают работать, быть самостоятельными, быть помощниками или обзаводятся семьей, так сказать. Все равно ему нужно работать, ему нужно зарабатывать, чтобы содержать. Но если нет таких условий у нас дома, он будет искать там, где это возможно. И в поисках работы люди могут куда угодно уехать. Уехав в другой город, ближе к центру страны, можно получить неоднозначный результат. Отдалившись от малой родины, есть риск потерять свою идентичность, как дагестанца. Дети уже не будут говорить на родном языке. Традиции будут иными. И тут некого винить. Ведь переехав из родных мест, человек меняет не просто место жительства, но и со временем систему ценностей, мировоззрения. Если его это переезд в другую местность, в дальнейшем от этого будет проявляться то, что он оставляет свою религию, отдаляется от своей религии, отдаляется его семья. И опять-таки его дети получают плохое воспитание, чуждая исламу. То это, конечно, в таком случае, если наносит вред его религии, это, конечно, ислама не предоставится. Ну, а если он, будучи в другой местности, живя и соблюдая нормы ислама, и воспитывая детей в норме ислама, и более того, своим поведением он окружающий показывает красоту ислама, конечно, в этом ему будет воздействие. Феномен малой родины становится все актуальнее. В современном обществе наблюдается кризис идентичности. Жители одних городов гораздо легче, чем много лет назад, становятся жителями других городов. Нить, соединяющая поколение и называемая любовью к своей малой родине, становится все тоньше, и на первый план выходит стремление обеспечить себя и свою семью. Развитие родного края, создание новых рабочих мест и производства в одном из самых красивых мест на земле Дагестане спасло бы от утраты самобытности, от разрушения национальной идентичности. Такая тенденция складывается в последние годы. Вдруг что-то щелкает, все исчезает, и на экране появляется поезд железной дороги. Он мчится стрелой прямо на вас. Берегитесь! Так писала кино Максим Горький. В наши дни кинематограф не вызывает таких острых, будоражащих эмоций. Российскому кинематографу больше 120 лет. Ну а дагестанскому? Кто-то говорит, что дагестанский кинематограф стоит несколько особняком от российского. Хотя в постсоветский период, а точнее последние десятилетия, в Дагестане снимают исторические фильмы. И даже триллеры снимают дагестанские режиссеры. И не только режиссеры. Каковы результаты, в своем сюжете расскажет Карина Баталова. В Дагестане есть кинотеатры, но есть ли свое кино? Многие об этом даже не знают, хотя дагестанскому кинематографу почти 100 лет. Первым фильмом, снятым в Дагестане, стала картина Владимира Касьянова «Под властью Адата» в 1926 году. А уже в 1941 году кинорежиссер Иван Пырьев снял фильм «Свинарка и пастух», вошедший в Золотой фонд советского кино. И пусть в нем не снимались дагестанцы, но страна увидела один из самых ярких и запоминающихся образов дагестанца – Чабана Мусаиба, гениально сыгранного актером Владимиром Зельдиным. Не забыть ни о чьей ее ясных и простых ее ласковых слов. 1959 год можно смело назвать днем рождения дагестанского кинематографа. Наша республика подарила стране полностью свой полнометражный фильм «Тучи покидают небо» по книге выдающегося даргинского прозаика Ахмедхана Абубакара. В качестве композитора в нем выступил тогда еще начинающий, но уже замеченный многими, Мурат Кожлаев. Ну что же вы стоите? Идемте, у меня все остынет. Идемте. 70-е стали поистине золотым временем для дагестанского кино. Все лучшее, что когда-либо снималось о нашей республике, в том числе и документальные фильмы, было снято именно в этот период. В 1975 году мир увидел еще одно масштабное полотно. Это «Горянка» по одноименной поэме Расула Гамзатова. Пою тебя сердцем влюбленным, и пусть твой задумчивый взор, На счастье мое просветленным становится женщина гор. В 90-е киноиндустрия Дагестана находилась в упадке. Кино-удовольствие не дешевое. Без поддержки государства стало сложно выпускать на экраны качественный продукт. Но сегодня в нашей республике находятся энтузиасты, которые хотят и готовы снимать кино. Мы снимаем короткометражный фильм «Спуск» в жанре триллер-драма. Сейчас у нас проходят съемки сцены в магазине. Мы надеемся, что фильм очень понравится дагестанцам. У дагестанского кинематографа богатое прошлое. Но что нас ждет в будущем? Может быть и у нас появится свой Спилберг или Тарковский. А пока талантливые режиссеры и сценаристы нашей республики продолжают поиск стиля и самобытности. Сказки и колыбельные, притчи и рассказы, они создавались много столетий. Звучали из уст дагестанских мам, пап, бабушек и дедушек. И воспитывали благородную личность, достойного дагестанца или дагестанку. Сейчас и сказки иные, и рассказы. Но дагестанская сказка – это такой богатый пласт культуры наших народов. Его хватило на наших родителей и хватит и на наших детей. О дагестанской сказке, о том, что создается и создавалось для детей, в следующем сюжете. Книжные полки пестрят обилием литературы для детей. Но в наши дни слишком многое отвлекает их от чтения. Смартфоны, компьютеры, планшеты, телевизоры с мультипликационными каналами. Ребенка на улице-то не вытащишь поиграть с друзьями. Не то, что книгой заинтересовать. Но сдаваться не стоит. Для того, чтобы понять, как заинтересовать ребенка в чтении, мы сейчас отправимся в библиотеку. И поговорим с нашим героем Шарапом, который наверняка уже нас дождался за чтением очень интересной книжки. Привет, Шарап. Привет, Карина. Что ты делаешь, что читаешь? Я выбираю себе книгу, чтобы потом прочитать. Отлично. А что это за книга? Это книга Виктора Пелевина. Мне очень нравились сказки. А кто тебе их читал? Мне читала мама. Родители Шарапа много читают. Это одна из причин любви мальчика к литературе, ведь дети копируют поведение взрослых. Мама с папой объяснили ребенку, что книги – это волшебный, увлекательный мир, который не менее интересен, чем кино или компьютерные игры. На данный момент я читаю в основном приключительские жанры, такие как приключения Тома Сойера, приключения электроника и тому подобное. А бывает сложно? Бывают некоторые книги. А все понимаешь? Не все. Некоторые слова бывают непонятные. Я ищу значение этого слова в интернете или спрашиваю у родителей. Ни в коем случае нельзя заставлять ребенка читать. Для начала надо его заинтересовать. Берите легкие, популярные книги с увлекательным сюжетом. А лучше предоставьте выбор самому ребенку. При этом, конечно, не забывая контролировать. Еще один хороший способ приучить ребенка к чтению – сделать семейный час книг. Это поможет выработать в сознании ребенка привычку. Также можно предложить ему почитать серию книг. Если он увлечется, то дальше уже не сможет забросить. Ведь хорошая книга долго не отпускает. У нас принято разделять поэзию и литературу вообще на детскую и взрослую. По моему мнению, такого разделения не должно быть вовсе. Потому что, что пишется и что издается, можно разделять на хорошую литературу и не очень качественную литературу. Хорошая книга – это подарок, завещанный автором человеческому роду. Разве вы не хотите, чтобы ваш ребенок получил этот подарок? Он был умерщвлен, а затем воскрешен. Еще больше уверовал во всемогущество Аллаха. И лишь печать пророчества между лопатками подтверждала, что пророк Узейр, мир ему, спал сто лет, а затем очнулся ото сна по воле Аллаха. Он предупреждал людей не приписывать ему того, что присуще только Всевышнему Аллаху, не называть его сыном Бога. О пророке Узейре, мир ему в рубрике «То, что нужно знать об исламе». Рассказывает, что после смерти Бухтана Насара появился на свет пророк, которого прозвали Узейром, рассказывает, что он был одним из сыновей пленных, которых пленил Бухтана Насар, и которых он казнил. Узейр, пророк, который был послан также к народу израилевых, по той причине, что читая таврат пророка Мусы, который был неспослан ему, они со временем начали отклоняться от этой книги, то есть отклоняться от истины. И есть такая удивительная история Узейра, когда он увидел ту местность, которую разрушил Бухтана Насар, мы знаем, какой тиранией он занимался, он удивлялся могуществу Всевышнего Аллаха, и как же Аллах может восстановить все это. То есть, что бы он ни видел, он в этом видел могущество Аллаха. Рассказывает, что однажды Аллах умертвил его, когда он отправился в путешествие на своем ослядь, Аллах умертвил его на сто лет. Он рассказывает, что он уснул на сто лет, и Всевышний Аллах по его могуществу сохранил его тело в том же облике, и даже осел стоял именно на том же месте, на котором он стоял. И после сотни лет Всевышний Аллах вернул душу к ророку Узейру, алейхиссалям. И спустился к нему ангел Джибриль, алейхиссалям, и сказал, посмотри на свое тело. И когда он смотрел на свое тело, он видел, что каждый орган по отдельности начинает оживать. Он видит, что его осел не сдвинулся даже с места, и ему поведали о том, что Всевышний Аллах умертвил его на сотни лет. И тогда он еще больше удостоверился в могуществе Всевышнего Аллаха, и он отправился в свою деревню, и его не узнали там. То есть спустя сотни лет никто не узнал Узейра, сколько бы он ни объяснял, кем он является. И тогда, когда он пошел в свой дом, он обнаружил там 120-летнюю старушку. А это была его невольница. И когда он увидел ее, он обнаружил, что она слепа. И он говорит, что он является Узайром, и она говорит, если ты являешься Узайром, ты попроси у Аллаха, чтобы он вернул мне зрение. А какое бы дуа ни делал пророк Узайра, алейхиссалям, Аллах непременно принимал эту дуа. И когда он попросил Всевышнего Аллаха вернуть ей зрение, провел по ее глазам, тут же Аллах вернул ей зрение, и она воочию увидела, что это на самом деле Узайра, признала его и отправилась вместе с ним, показала ему его детей и внуков. Дети также сначала не поверили, что это их отец, и между его лопатками было такое родимое пятно в виде полумесяца. Когда они увидели это пятно на своем отце, они признали, что это их отец. И все вместе рассказывают, что пророк Узайр, собирая всех своих приближенных, всех тех последователей Таврата, и обучал их Писанию Всевышнего Аллаха. Но со временем, когда дети Израилевы начали забывать об этой книге, начали отклоняться от истинного пути, говорится, что Аллах забрал это Писание и изъял это Писание из сердец тех, кто веровал в Него. И когда пророк Узайр, алейхиссалям, увидел эту картину, попросил Всевышнего Аллаха вернуть в сердца верующих это Его Слово, Его Писание, чтобы они вернулись на истинный путь. И когда Всевышний Аллах вернул это Писание, вселил в их сердца Слово, то есть того, что есть Всевышний Аллах, они начали чрезмерно восхвалять пророка Узайра, алейхиссалям. Когда пророк Узайр, алейхиссалям, начал растолковывать им книгу Всевышнего Аллаха, они начали превозносить его над Всевышним Аллахом, то есть придавать ему такие качества, которые не присущи ему, которые не присущи Всевышнему Аллаху, то есть называли его Сыном Всевышнего. И это, можно сказать, послужило своего рода началом заблуждения этих людей. Эта история гласит о том, что во времена пророка Узайра, алейхиссалям, его превозносили так, то есть настолько превозносили, что приписывали им те качества, которые ему не присущи, и предавали Аллаху те качества, которые предавать являются неверием. И это, можно сказать, послужило началом этого заблуждения. Смотрите наши программы на YouTube на канале Нантэ ТВ. Наша программа подошла к концу. Мы желаем вам всех благ и духовных побед. До новых встреч на новой неделе. И только с хорошими новостями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова